Главная новость этой недели. В Хасанском районе избран новый руководитель. 12 февраля на внеочередном заседании Думы прошла повторная процедура голосования по выборам главы Хасанского района. Депутаты смогли сделать свой выбор. Итак, новым главой района стал Иван Степанов. Все подробности в нашем сюжете. Второе внеочередное заседание Думы и снова главный вопрос на повестке дня. Проведение повторного голосования по выборам главы Хасанского района. Напомним, 4 февраля выборы главы были признаны несостоявшимися. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов. Но спустя неделю по инициативе председателя Думы Вероники Ильиной было решено провести внеочередное заседание и повторить процедуру голосования. Поводом послужили нарушения, допущенные в ходе предыдущих выборов. В частности, выяснилось, что счетная комиссия выдала одному депутату два бюллетеня, один из которых был подписан не всеми членами комиссии. Также были нарушения порядка подсчета голосов и неправильно составленный протокол подведения итогов голосования. Все эти нарушения подтвердила и депутат Наталья Карпова, которая на прошлом заседании являлась председателем счетной комиссии. В своем выступлении она также призвала депутатов подойти ответственно к возложенным на них обязанностям и не допустить повторения ситуации. Пришлось сегодня уже выступить не как председателю счетной комиссии, а просто как депутату и поговорить уже о депутатской этике. Все ли мы правильно делаем, правы ли мы своим поведением перед нашими избирателями, чтобы впредь такого не повторилось. Несмотря на то, что несколько депутатов попытались оспорить легитимность внеочередного заседания, они все же не получили поддержку. В своем выступлении вице-губернатор Антон Воложко объяснил, что законность этого заседания подтвердили сотрудники аппарата Думы, представители департамента внутренней политики и органы прокуратуры. Также в своей речи он обратился и к депутатам. Перемены – это неизбежность. И перемены – это всегда надежда на изменения, на изменения к лучшему. Абсолютно уверен, что Хасанскому муниципальному району подобные изменения нужны. Так же, как и жизненно необходимо ощущение спокойствия, стабильности, системности, управляемости в плотном взаимодействии, в плотнейшем взаимодействии с краевыми властями. В этой связи я очень прошу собравшихся депутатов все-таки вспомнить, те, кто забыл, а те, кто помнят, никогда не забывать о том, что на вас лежит серьезнейшая ответственность, которую на вас возложили жители этого замечательного района. Люди вам поверили и доверили вам представлять свои интересы, поэтому прошу все-таки сегодня проявить ответственность и системность, и некую внутреннюю дисциплину. Итак, депутаты приступили к голосованию. В этот раз процедура была соблюдена полностью. В голосовании приняли участие 22 народных избранника из 24. Голоса распределились следующим образом. За кандидата Ивана Степанова проголосовали 18 депутатов. Корней Савченко, как и в прошлом голосовании, получил поддержку от одного депутата. Два народных избранника проголосовали против всех, и один бюллетень был испорчен. Таким образом, новым главой Хасанского района был избран Иван Степанов. Он поблагодарил всех за поддержку и рассказал о своих планах в должности главы. В первую очередность, я думаю, что мы сейчас будем смотреть кадровый резерв, в каком состоянии, кто у нас есть, кого нет, и доходную часть бюджета. Это первое основное. То есть сегодня незамедлительно надо решать вопросы, потому что в настоящее время у нас есть проблематика по РУНО, есть по финансированию, по школам. Эти вопросы мы будем решать незамедлительно делом. Также на внеочередном заседании Думы Хасанского района присутствовал член конкурсной комиссии, депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков. Он также высказал свое мнение по поводу все-таки состоявшихся выборов на должность главы района. Выступили достаточно консолидированно на выборах главы района. Поэтому я все-таки хотел бы, чтобы вот таким же консолидированным, таким же общим мнением они выступали вместе с главы района на благо нашего Хасанского района. Район на сегодняшний момент, конечно, требует колоссального внимания, включения в работу. Ну и прежде всего нам всем вместе для того, чтобы нам поднять здесь уровень благосостояния народа и прежде всего все-таки сделать наш район той жемчужиной, которая вот она была раньше. В завершении заседания председатель Вероника Ильина огласила решение Думы Хасанского района. Иван Степанов назначается главой района. А вот к выполнению своих должностных обязанностей он приступит после церемонии инаугурации. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.